Итак, сейчас мы протестируем два чая. Вот у нас два стакана. Ложка. И два чая интересных. Гречишный и мачо-чай. Мачо-чай для стеклянного, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Все-таки должен быть красивый чай. Ну и гречишный у нас обычный, я не думаю, что для него нужно стеклянную чашку иметь. Что у нас здесь есть? Клик-застежка. Выглядит чай вот так вот, гранулами. То есть необычный чай. Сейчас мы добавим его в чашечку. Гречишный чай. Нужно 1 чайную ложку на 200 мл воды. И дать настояться 3 минуты. Берем следующий чай. Это мачо-чай. Такая же зип-застежка. Чай вот такой вот порошкообразный. Порошкообразный. Без гранулами. Очень хорошо мельчит. Сейчас попробуем из него что-то приготовить. Значит, по инструкции. Так, 2 грамма порошка. Это половинка чайной ложки. Потом 70 мл горячей воды или молока. И, как я понимаю, размешать наши смеси. И так как у нас нет венчика, то попробуем сначала взбивать ложкой, а потом вилкой. Мало вероятно, что у нас получится определенная консистенция. Но что поделать. Чем вам рады, тем не рады. Добавляем горячую воду. Берем новый стакан. Еще много. Пока получилась вот такая вот зеленая жижа. Она разного объема. Но, к сожалению, не взбитая, как указано в рецепте. Хотя, если честно, я даже не знаю, как мачить чай должен выглядеть. То есть, это пока я попробую по инструкции. Надо будет изучить вообще этот чай. Попробовать его у профессионала. И попозже повторить. А с горячичным чаем. Запах уже пытается выйти из крюшки. По сути, все зернышки упали на дно стакана. Цвет сразу поменялся на зеленый, светло-зеленый. Ну, а сами зернышки, они не изменились по цвету. Не сбухли. И никак не видоизменились. Запах сильный. А по вкусу... Боже, как хлеб. Или даже булочка. Черный хлеб, кстати говоря. Да, сильно-сильно напоминает дрожжаной. Очень вкусный. Так, давайте попробуем мачить чай. Очень кислый. Очень. По запаху напоминает водоросли. Но к вкусу привыкаешь. На первый раз это прям жестко. Богоретт полезный. Не знаю, в чем полезность пока. Надо будет изучить, потому что я неоднократно слышала про этот чай, и что он а-ля полезный.